В конце прошлой встречи я говорил о том, что, конечно, можно быть христианином и не принимая этого учения. Это, естественно, имелось в виду учение о Священном Писании, учение о Библии, которое изложено в этих параграфах. Это не значит, что можно быть христианином, допустим, не принимая божественности Иисуса Христа. Тут, я думаю, все понятно. Но искаженное восприятие Библии, искаженное восприятие Слова Божия ведет обычно к тяжелым последствиям. Вы знаете ситуацию в следующем. Очень часто отпадение от веры начинается именно в сомнении в Божьем Слове. Человек начинает сомневаться в Божьем Слове, авторитет Священного Писания для него колеблется. И в результате потом мы наблюдаем и моральное отступление, отступление нравственное. То есть нужно понимать, что наше восприятие богословского учения, наше восприятие Священного Писания как Слова Божьего, на самом деле неотделимо от нашего духовного и нашего нравственного и даже физического состояния. Один очень хороший преподаватель в свое время говорил студентам о том, что, ну вот, я Библию уже давно не читаю, потому что я ее всю наизусть помню. К сожалению, через некоторое время после этого стало известно, что у него серьезные нравственные проблемы, у него серьезные проблемы в семейной жизни. Он Библию не читал не потому, что и так все ее знал, а потому что Библия, и Господь через Библию этого человека обличал, а человек не готов был принять Божье обличение. Так что вот принятие или не принятие Священного Писания невозможно отделить от других составляющих нашей жизни, от нашего посвящения Богу, от нашей нравственной жизни также. Итак, мы с вами идем дальше, и мы с вами переходим ко второй части нашего курса. Канонизация. Если спросить большинство наших друзей, знакомых, о том, как возник канон Священного Писания, почему именно те, а не другие книги вошли в канон Священного Писания, мы увидим, услышим ответы типа, ну вот церковь собралась, где-то кто-то договорился, и определили, что именно таким будет библейский канон. Такие ответы даются очень часто, вы можете их услышать от людей, которые посмотрели некоторые фильмы, или прочитали книги, из популярных можно назвать тот же самый Кодда Винчи, тогда идет даже дальше, ситуация заходит и дальше, говорят о том, что ну вот кому-то было неудобно включать те или иные книги, поэтому их не включили, другие книги включили, и так далее. То есть получается, что канон результаты голосования, причем голосования не всегда вполне честных, не всегда вполне порядочных людей. Дело в том, что образование, формирование канона шло по совершенно другим принципам, и вот эти другие принципы, их работу, мы сегодня с вами увидим в ближайшие несколько часов. Я думаю, что сегодня мы поговорим только об общих признаках принципов формирования канона и о каноне Ветхого Завета. К Новозаветному канону мы с вами перейдем завтра. Что же такое канон? Что означает само слово канон? Во-первых, образовано оно от греческого слова канон, а жезл – измерительная линейка. В общем-то, любой измерительный прибор назывался каноном. Мог называться каноном. И термин «канон» Священного Писания появился уже позже, и впервые употребляется около 350 года нашей эры. Вот Священное Писание канонизировано. Хотя общепринятые канонические списки Священного Писания появятся еще несколько позже. Но вот около 350 года впервые слово «канон» употребляется применительно к Священному Писанию. Но в еврейском языке тоже было аналогичное слово с аналогичным же значением. И сейчас нам нужно кое-что будет с вами прочитать. Языкиль, 40 глава, 3 стих. И язык нужно будет исправить. Языкиль, 40 глава, 3 стих. Пожалуйста, кто может, прочитайте сейчас слух, кто первым откроет. И потом 42 глава, 16 стих. «И привел меня сюда, и вот муж, которого вис, как бы вирт блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот». Как вы думаете, где здесь слово «канон»? «Трость измерения». Совершенно верно. «Трость измерения» – это вот измерительный инструмент. И аналогично несколько позже, 42 глава, 16 стих. «Он измерил восточную сторону тростью измерения и намерил тростью измерения всего 500 растений». Вот этот самый «трость измерения». Значит, «канех» – изначально еврейское слово – обозначает измерительный инструмент, то есть некий стандарт, некая мерила. А, собственно говоря, именно это значение и стало богословским. Правило – мерила. Аналогично и более даже близкое к тому, о чем мы говорим в применительных священном писании, более близкое это слово употребляется в послании Галатам. Галатам 6, 16. Пожалуйста, сможет открыть. «Тем, которые поступают по этому правилу, мир им и милость, и Израилю Божию». Как вы думаете, где здесь слово «канон»? Правило. «Тем, которые поступают по этому правилу». Появятся такие выражения, как «канон веры», «канон церкви», «канон истины». Вот некое правило, которое определяет наше с вами поведение, которое определяет наше с вами поступки. Значит, канонические книги – это, собственно говоря, есть книги определяющие. Книги, которые признаны авторитетными для каждого из нас, для каждого христианина. Существует несколько мнений по поводу того, чем определяется каноничность той или иной книги. Сначала посмотрим несколько ложных взглядов, несколько ложных мнений. Во-первых, иногда думают, что каноничность определяется древностью книги. Если книга древняя, то уж она точно должна была быть в почете, и она должна была быть в каноне. Но дело в том, что во времена Израиля, в Древнем Израиле, было достаточно много книг, которые не сохранились и ни в какой канон не вошли. Более того, на некоторые из них даже ссылается Священное Писание. Давайте посмотрим несколько мест, которые перед вами на экране. Числа, 21 глава, 14 стих, и кто-нибудь другой, сразу найдите Иисус Новин, 10 глава с 13 по 15 стихи. Но сначала числа. Потому и сказано в книге «Брани Господних». Юля, а что такое книга «Брани Господних»? Мне кажется, это, как вы говорили, то, что это канон. То есть это законы, по которым мы должны жить. Вы, конечно, видели книгу «Брани Господних»? Нет. Я не видел, Юля. Так что ответ на вопрос, что такое книга «Брани Господних»? Самый разумный ответ – не знаю. Наверное, на экзамене не всегда можно так ответить. Но здесь, если вы не знаете, что это за книга, вы можете совершенно спокойно так ответить. Тем более, что я тоже не знаю. Так что в просаг вы не попадете точно. Дело в том, что книга «Брани Господних» до нас не дошла. Она не сохранилась. Что там сказано в книге «Брани Господних»? Мы узнаем только из этой короткой цитаты книги «Чисел». Почему она не дошла? Ну, скорее всего, потому что иудеи не считали ее настолько важной, чтобы ее сохранять. Числа-то сохранились. Другие ранние книги. Та же самая книга Иова сохранилась. А это нет. Очевидно, были ранние книги, очень древние книги, которые при этом в канон не попали. Значит, еврейская литература раннего периода не ограничивается только теми книгами, которые сегодня признаются каноническими. А Иисуса Новина, пожалуйста, 10, 13-15. И восстановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глаз человеческий, ибо Господь сражался за Израиля. Потом возвратился Иисус, и весь Израиль с ним встан в Галгалу. Совершенно замечательное место. Вот какое событие здесь описывается? Война. Война, и в какой момент, что это за момент в войне? Солнце остановилось, помните? Это Божье чудо, это особое Божие событие, особое Божие дело в войну. И очевидно, во время войны, и очевидно, что еще в какой-то книге, которая упомянута здесь, книга праведного, мы находим более подробное описание этого события. Книга эта, очевидно, древняя. Но про эту книгу мы ничего не знаем. И как совершенно справедливо сказала бы Юля, если бы на это ей хватило мужества, вот я не знаю, что это за книга, я тоже этого не знаю. А, значит, были древние книги, которые в канон все-таки не попали. Есть еще одно мнение о том, что каноничность определяется священным языком книги. Если книга написана на еврейском, на армейском или на греческом языке, извините, на еврейском или на греческом языках, то книга должна попасть в канон. Но дело в том, что среди апокрифов, о которых мы будем говорить позже, были и другие книги, написанные на еврейском языке. И вот эти ранние книги, о которых мы говорили только что, тоже были написаны на еврейском языке. А в канон-таки они не попали. С другой стороны, в канонических книгах есть фрагменты, написанные не по-еврейски, а по-арамейски, на обычном, простом языке простолюдинов того времени. И все-таки эти книги каноничные. Значит, языком каноничность не определяется. Следующее. Что если каноничность определяется согласием с пяти книжием, с Торой? То есть, вот пять книг Моисея, закон Моисея, который называется словом Тора. Вот каноническая книга согласна с Торой, а не каноническая с Торой не согласна. Значит, нужно посмотреть согласна, соответствует книга Торе или не согласна. Не соответствует. Ну, тут немножко сложнее. Во-первых, очевидно, что если книга противоречит Торе, то в каноне этой книги не будет. Торе, пятикнижию Моисееву, ни одна книга Ветхого Завета противоречит не могла. То есть, в этом плане, да, согласие с Торой является одним из возможных критериев. Но, с другой стороны, если книга соответствует Торе, только на этом основании она совершенно необязательно должна была попадать в канон. Она могла при этом в канон все равно не попасть. То же самое касается следующего критерия. Это религиозная ценность. Религиозная ценность книги. Если она имеет религиозную ценность, она в каноне. Если не имеет, то она не в каноне. Ну, ведь читали вы наверняка. Кто из вас читал, например, такие книги, как первая книга Маковейская или вторая книга Маковейская? Поднимите руку, кто читал эти книги. Пробовали читать. И вообще говоря, определенную религиозную ценность эти книги имеют. Всякое серьезное прочтение этих книг приводит нас к тому, что у них есть определенная религиозная ценность. Ну и что? Совершенно необязательно книга, имеющая религиозную ценность, попадает автоматически в канон. Иногда вредит. Иногда вредит, конечно. Православные, например, воскресенье мертвых. Вот. Они основаны на вторую книгу Маковеев, когда сам молился его за убитых телохранителей. Да, и не только православные. Царство не местное. Ну тогда и католики тоже это делают. Совершенно верно. Иногда и вредит. Но эта книга в канон не попадает. Или, может быть, книги попадают в канон, потому что они приняты общиной верующих. Израилем или церковью. Ну вот церковь договорилась, книга попала в канон. Церковь не договорилась, книга в канон не попала. Слушайте, интересный вообще вариант. Под голосованием церкви книги попадают или не попадают в канон. Это, конечно, все интересно. Но, во-первых, далеко не сразу церковь или Израиль мог проголосовать. А вообще, по большому счету, он и не мог целиком проголосовать. Представляете себе, собрать всех учителей Израиля и устроить между ними голосование. Все-таки голосованием вопросы не решались. Именно потому, что израильтяне отлично понимали, что, вообще говоря, главный авторитет, высший авторитет у Бога, а не у человека. А критерий принятия общины верующих означал бы, что высший авторитет все-таки у человека. Человек сидит, люди сидят и думают, вот это от Бога или это не от Бога. Здесь нужно очень четко понимать вот это разграничение. Есть два понятия. Определение и признание. Вот это, пожалуй, самый важный момент, самый важный слайд из всех, которые у нас с вами сегодня будут. Все остальное будет строиться вот на этом. И вот здесь как раз и кроется причина ошибки многих комментаторов, которые либо по незнанию, либо специально путают вот эти два понятия. Внимание. Каноничность определяется не людьми, она определяется Богом. Почему в каноне Священного Писания 66 книг? Да потому что Бог эти 66 книг вдохновил. Не больше и не меньше. Каноничность определяется Богом. Но при этом каноничность признается людьми. Люди заметили, что Бог так решил. Чтобы это было понятнее, объясню на конкретном примере. Вот встает вопрос, кто будет пастором церкви или кто будут старейшины, диаконы церкви. В библейском понимании, в библейском выражении Бог дает церкви своих служителей. Кстати, не обязательно старейшины, диаконы, кто будет заниматься воскресной школой, кто будет петь в хоре, кто будет исполнять то или иное служение. По большому счету, вот Бог подарил церкви этих конкретных людей. А церковь заметила, приняла Божий дар. И вот этим принятием, она прогласила, да, Бог поставил нам этих людей старейшинами, пасторами, служителями. Вот мы это принимаем с благодарностью. Вот это библейский вариант. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Иногда бывает по-другому. И наши мозги иногда бывают устроены по-другому. Например, в церкви говорится, у нас обязательно в пастырском совете должно быть, или в братском совете должно быть пять членов, пять человек. Вот мы по уставу церкви так решили, пять. Так, 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 вот троих мы нашли, вот еще бы двух найти, да, еще бы двух найти. Брат, ну ты не против? Ну, не против, пожалуй. Сестра, ну ты не против? Подождите, ну у вас же братский совет. Ну ладно, братский, у нас пятого нет, давайте переименуем, будет просто церковный совет. Значит, и введем, потому что, ну вот надо, да? А я утрирую, конечно, но вот чтобы вам показать разницу вот этих двух подходов. Вот во втором подходе мы, люди, решили, что вот нам надо столько, и вот у нас будет столько. В первом подходе мы говорим, Боже, вот каких служителей ты нам дал, дай нам, как церкви, сейчас возможность их увидеть, их принять, их признать. Точно так же и с каноном Священного Писания. Еще один пример, чтобы это улеглось именно, да, устоялось, что называется. Вот закон всемирного тяготения. Бог дал закон всемирного тяготения. Ньютон его признал, извините, человек его признал, Ньютон его сформулировал. Вот Ньютон понял, как это выразить. А закон всемирного тяготения не Ньютон придумал. Придумал его Бог, установил его Бог. Только школьник младших классов, может, или немножко, может быть, нерадивый старшеклассник, может сказать, что Ньютон придумал закон. Он не придумал. Понятно, да? Он посмотрел, он увидел то, что Вселенная уже существует. Вот такая же ситуация примерно с каноном. Значит, когда, если мы этот момент не понимаем, то тогда и начинается, да, голосование церкви. Вот церковь там придумывает и решает, кто за, кто против. Да, определенные голосования были, и споры были. В нашей исторической части мы сегодня все это увидим. Но споры были не о том, включить это в каноны, не включили, не включить, а о том, Бог работает через эту книгу или нет. И критерии также существовали определенные, о которых мы с вами будем говорить. Вот с этим разграничением применительно к канону все понятно. Есть ли вопросы, комментарии, замечания? Пока нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok